Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время устроить себе небольшое путешествие на юг нашей прекрасной страны, в самое сердце Белорусского Полесья. И в этом маршруте вы узнаете, какие редкие артефакты хранятся в Краеведческом музее, где в Калинковическом районе находится стоянка первобытного человека, какие изменения претерпел мемориальный комплекс Азаричи. И узнаем, где тепло встречают и вкусно кормят. И по традиции, вначале информация о транспорте. Итак, чтобы доехать до Калинковича на собственном автомобиле, вам нужно выбрать трассу М5, затем Р31. Если вы путешествуете общественным транспортом, то на ваш выбор автобус, маршрутка или поезд. Время в пути займет около четырех часов. Ну что, поехали! Начнем строить наш маршрут с местного Краеведческого музея. Наш музей, хоть и достаточно молодой, но располагает четырьмя залами. Сам фонд у нас 10 тысяч экспонатов. Естественно, здесь самые лучшие выставлены. Ну и наша изюминка – это доисторические или, так сказать, ископаемые, которые обитали на территории нашего района и Белоруссии много-много миллионов лет назад, когда еще наша современная страна в рамках Восточноевропейской равнины была погружена на дно Мирового океана. Ну а вот что самое интересное? Самое интересное? Уникальное. Ну, уникальное – это, конечно, я думаю, то, значит, чего нет у других. Это наш флорариум. Ему уже четыре года. Это микромир, в котором сами по себе растут мох различные, какие-то растения, завелись уже улиточки. Мы просто наблюдаем. Белорусская Полесья – край восхитительной красоты с богатейшим культурным и историческим наследием. Поэтому неудивительно, что о каждой экспозиции Калинковического краеведческого музея можно говорить долго. Мне интересно рассказывать для наших посетителей и для вас историю происхождения названия, откуда все-таки Калинковичи взялись, откуда они получили эту назву, свое название. Раньше они назывались до 1900-х годов Калинковичи. И все даже вот старые бабушки, которые у нас живут в районе, они говорили, поеду в Калинковичи, и сейчас говорят в Калинковичи, Калинковичи. Это очень древнее название, оно двухсоставное, состоит из двух частей. Это слово «каль», «калин», «каль», то есть «топкое болотистое место», и «кавичи» или «кавня». У нас по городу протекает река Кауня. Так вот, «калин кавня» или «топкая кавня», «поселение на топкой кавне», вот это название и дало современное название городу Калинковичи. Четыре небольших зала музея позволяют совершить целое путешествие по истории Полесья с древних времен и до нашего времени. Здесь представлены и стоянка первобытного человека в Юровичах, здесь представлены и Калинковичское городище, и Калинковичский клад. Давайте подойдем вот, может быть, к Калинковичскому кладу. В 60-е годы нашли у нас на территории города клад медных солидов, ну, монеты Речи Посполитой. Интересен он тем, что большая часть этих монет было фальшивых. Что у нас еще интересного и уникального – это вот эти камни. Это то, что поменьше – это межевой камень. Ну, в принципе, межевой – это было разграничение. Допустим, у меня есть участок земли, у вас сдача. Это место забора, можно так сказать. Но вот этот представляет гораздо больше интерес. Крест – это крест Архангела Михаила. Камень пятиугольной формы, обязательно пятиугольной формы. Такой же камень чуть больше находится в Туровском музее. Мы разгадали назначение этого камня. У него охрана функция. Он останавливался на въезде в какой-то населенный пункт в те годы. И охранял от набега врагов или от какого-либо там мора. В музее можно узнать много интересного и про традиционные полезские костюмы, рушники и быт. Ну, калинковицкий строй – это некольки женочных костюмов. И есть мужчинское оденье. Что интересно тут и для меня, и для наведывальников – это семантика узора. Это то значение, какие сенсы, что хотели показать, что хотели рассказать наши протки, когда вышивали у себя вот на рукавах эти узоры. Вот. Это свадебный ковер. Да. Одна женщина, наша местная жахарка, обшивала, что уже ее жизнь подходит к концу. И она вы решила свой подарок сделать и нашему музею. Этот диван переходил амаль четыре поколения у ее семьи. Сама она родом звездки Крышичи. И вот ее прабабуля, ее на дыжке передала. И она уже передала свою дыжце. Тая, наступное поколение свое. И вот так дошло до этой женщины. И сколько ему? Ему уже более за 200 годов. Отдельная экспозиция посвящена памяти героев и жертв одной из самых страшных и масштабных войн человечества – Второй мировой. А вот исторический зал – настоящая находка для начинающих историков и культороведов. Это наш раздел, где, можно сказать, уже тысячелетняя история. Когда-то на территории нашего города было городище. Примерно четыре тысячи лет назад там появились первопоселенцы. Культура боевых топоров. Ну и вот боевые секеры, какие были тогда… Это найдено на территории вашего? На территории района найдено. Когда археологи раскапывали это место, то музея еще не было. И все находки были перед Мозырским музеем. Поэтому сейчас каменная секера с Калинковичского городища, она выставлена у наших коллег. Хранятся в стенах музея и яркие доказательства тому, что в Калинковичском районе, а именно в деревне Юрович, находилась одна из самых древних стоянок человека в Беларуси. У меня есть предложение. А давайте съездим в сами Юровичи и посмотрим непосредственно, как выглядела стоянка первобытного человека, какие зверюшки там обитали и как там обстояли дела 26 тысяч лет назад. Давайте. Эта стоянка была открыта в 1929 году обыкновенным учителем Юровической школы. Он обнаружил кость и отправил ее в археологический институт на исследование. И учеными было доказано, что люди здесь жили уже за 26 тысяч лет до нашей эры. Свидетельствами о заселении этих мест с древних времен стали уникальные находки. В ходе масштабных раскопок на поверхности земли были поднятые бивни и кости мамонтов и кремниевые орудия труда. Ну а затем были обнаружены городище раннего железного века и курганный могильник. Ну здесь воссоздан быт. Это жилище первобытного человека, его ужин или завтрак, готовящийся на костре. Ну и сами непосредственно уже обитатели этой стоянки. Мне кажется, мы немножко похожи. Хотя бы прической. Мы ознакомились с панорамой, а это непосредственно те находки, которые были найдены на этой террасе. Это останки мамонта, его нога, зубы, челюсти маленьких мамонтят. Вообще наши предки за время пребывания своего на этой стоянке поохотились на 25 особей мамонта. Кроме мамонтов здесь было найдено очень много останков северного оленя, одного шерстистого носорога, песца. Вот песец, наверное, ушел как для украшения или для утепления, как и наши вот эти антуражные шкуры на потолке. Сколько они могли прожить? Я думаю, они прожили здесь сезон, покуда не наступила зима ледникового периода, покуда мамонтам, которые были здесь вверху на террасе, которые по тольвейку спускались на водопой, хватало пищи. Покуда здесь были мамонты, покуда они приходили на этот водопой, здесь были охотники. С точки зрения первобытного охотника стоянка действительно выбрана не случайно. Отсюда вся округа как на ладони, ни один зверь мимо не проскочит. Кстати, здесь была найдена находка, это чуринга, то есть такая пластинка изделия из бивня мамонта, на которой был начерчен геометрический узор, или орнамент, или узор. Точно такая находка была найдена за 300 км в Брянской области на такой же стоянке первобытного человека. Это говорит о том, что наши юровичские первобытные люди не переписывались, а прошагали 300 км, это где-то переход там в течение недели, и организовали такую же стоянку. Наша стоянка будет более древняя. Сегодня я могу сказать, что это популярнейший туристический объект, в котором интересно будет побывать не только взрослым, но и детям. Ведь здесь до сих пор живут мамонты. Ой, какие глазки маленькие! Привет, Юрасик! Ну, примерно величина взрослого мамонта. Мамонты, конечно, не настоящие, и стоянка стилизована под те далекие времена, но тем не менее мне нравится, как начинается наш маршрут. Ну что, едем дальше! Следующую остановку мы сделаем в знаковом для Калинковического района месте, в мемориальном комплексе «Азарический лагерь смерти». Мемориал памяти жертвам о лагере смерти представляет из себя единый комплекс, состоящий из нескольких знаковых локаций. Каждая из них отражает документальность событий, произошедших здесь в марте 1944 года. Прошло 80 лет с того дня, как советская армия освободила узников лагеря смерти Азаричи. Концлагерь существовал всего 10 дней, но унес жизни более 20 тысяч мирных жителей. Оступающая 9-я немецкая армия, чтобы спасти свое положение, обезопасить свой отвод своих войск на новый укрепрайон к реке Тремля, они создали здесь систему концлагерей «Азаричи», «Дерт» и «Подосинник» с целью остановить наступление Красной армии. Лагерь «Азаричи» в Калинковическом районе состоял из трех концлагерей, построенных на болоте. Сюда за короткое время с 10 по 19 марта 1944 года гитлеровцами были согнаны более 50 тысяч женщин, стариков и детей в качестве подопытных. Именно на них фашисты впервые опробовали бактериологическое оружие – сыпной тиф. Сюда, в эти болота, доставили вот этих людей в три лагера – 50 тысяч человек. Специально были созданы деревни, куда завозили людей разными инфекциями, в том числе и сыпным тифом. Когда немецкая армия уже завершала отвод своих войск на новый укрепрайон, сюда все люди, которые находились в этих специальных деревнях, они были сюда доставлены в эти лагера. Десять страшных дней узники концлагеря находились под открытым небом в болотах в нечеловеческих условиях. Их морили голодом, давали воды. Здесь негде было укрыться от ветра и снега. И чтобы спасти себя и своих детей, узники снимали одежду с умерших. Первые, кого сюда пригнали, они в воспоминаниях пишут, что они использовали снег для утоления жажды и ели снег. Снега было много. А потом все больше и больше сюда стали привозить людей. Естественно, снег превратился в болотную грязь, перемешанную с нечистотами. И тогда люди выкапывали ямочки в болоте и пили эту воду. Им казалось, что она относительно чистая вода. Сегодня о тех страшных событиях напоминает мемориальный комплекс. В прошлом году он пережил масштабную реконструкцию. А это колокол памяти. 9 декабря к колоколам Хатыни, Красного берега, Аллы и другим трагическим местам присоединился колокол Азарического лагера смерти. 20 тысяч узников погибших от холода, голода, сыпного тифа. Здесь проходит лития во время траурных митингов реквиумом, где мы поминаем безвинно убиенных, безвременно ушедших. По задумке архитекторов в комплексе объединены в одно целое несколько знаковых локаций. Каждая из них отражает документальность событий, произошедших здесь в марте 44-го года. Мы сейчас подходим с вами к камням прозрения. Это часть мемориального комплекса, которая позволяет в полной мере ощутить природные условия, те нечеловеческие условия, в которых содержались узники в марте 1944-го года. Март 44-го года был очень суровым, снежным, морозным, что и подтверждает архивные документы, сделанные на территории Азаричского лагеря смерти в марте 1944-го года. Когда командованию стало известно, что здесь немцы использовали бактериологическое оружие, сюда были доставлены военные фотокорреспонденты, здесь была кинохроника. Жуткие кадры кинохроники увековечены и в обустроенных аллеях со стенами скорби, и поклонными крестами, и в информационном павильоне с инсталляциями. Ну а в самом сердце мемориальной композиции возведена башня памяти — восьмиугольное сооружение высотой почти 7 метров, где выгравированы воспоминания бывших узников, читать которые просто невозможно без слез. Воспоминания, которые спустя 80 лет душу леденят. Григорий Головаченко написал после 30 лет, после освобождения лагеря, такие слова. «Им, замерзшим на снегу студеном, здесь воздвигнут памятник, гранит. Нам, оставшимся в живых, спасенным, память сердце душу леденит». Сюда по приказу Рокоссовского были доставлены 26 врачей и 51 работник медицинского среднего персонала из двух ближайших армий. И вот, когда установилась относительная тишина над болотом, они обратили внимание, что кричат женщины. Когда их обследовали, выяснилось, что они сошли с ума. Они не смогли пережить смерть своих детей. Они их прижимали к груди давно умерших и рядали над сугробами мертвых, стариков, женщин и детей. Попадая в страшные декорации, установленные на месте лагеря, буквально окунаешься в ту трагическую атмосферу и понимаешь, как все-таки дорогаться на победы. У каждого города, деревни, населенного пункта есть своя история, свои святыни, к которым можно прикоснуться. И Калинковический район не исключение. Следующую остановку делаем в деревне Пеница у святого источника. Святой источник находится на попечении Юровического мужского монастыря. И, конечно же, его тоже не обходит стороной народное поверье. Говорят, что эта вода исцеляет от многих болезней. Незамужние женщины приезжают сюда, чтобы испить глоток этой дворной воды и найти себе мужа. Ну, а ученые, в свою очередь, утверждают, что она очень полезна благодаря высокому содержанию магния. Безумно вкусно. На самом деле, таких источников на Гомельщине немного. Родник Пеница не пересыхает в жару и не замерзает даже в лютые морозы. Люди сюда едут не только за целительной водицей, но и окунуться на праздник крещения. Рядом с часовней есть купель. Но мы не будем задерживаться. Нас уже заждались в деревне Сидне. Из всех регионов Беларуси Полесье называют самым красивым и загадочным краем. Деревня, села и городки стоящие на нем имеют многовековую историю, а традиции этого края до сих пор чтут и современные полешуки. Ну что, пойдемте знакомиться? Начать свое дело никогда не поздно, и Елена яркое тому доказательство. Когда-то мечта о собственном домике привела ее в деревню под названием Сидне, и вот что из этого получилось. Елена, ну а вы настоящий полешук или вы родом не из этих мест? Я, можно сказать, коренная полешучка. Родилась я недалеко от Калинковича деревни, так что я деревенская девчонка. Но с недавних пор живем в Калинковиче. А как вам пришла в голову идея создать вот такое уютное место? Идея появилась эта не сразу. И изначально участок этот был куплен не для агроусадьбы, а также для личного пользования. А потом в процессе наши друзья, наши родители подсказали, а почему бы вам не попробовать, потому что мы такие озорные ребята, любим активный образ жизни. Не только самим радоваться, но и позволять радоваться окружающим. Подумали, почему бы не попробовать. Ну а что у вас здесь есть для развлечений? Вот приезжает семья большая с детьми, может не с детьми. Вот у нас пчелы есть практически свои, настоящие. Ой, ручные? Не ручные, но дикие. У нас небольшой участок. На этом участке мы имеем небольшой красивый уютный домик для одной максимум двух семей. Это до скольких человек? Ну, 6-8 человек. Вот. Банька у нас есть, конечно, для отдыха. Как же отдых без баньки? Небольшая детская площадка. К баньке есть купелька. Ну и самое наше сердце, наше участок – это мангальная зона. Зона барбиты. Послушайте, ну все для отдыха. Все для отдыха. Минимум, но есть. И для детей, и для взрослых. И самое главное – открытая площадка, где можно приготовить вкуснейший обед, ужин или завтрак на природе. Виктория, вы, кстати, любите готовить? Я люблю есть. Тогда пройдемте. Умиротворенная и приятная атмосфера сельской усадьбы. Ну что может быть прекраснее для городского жителя? Иногда так хочется сбежать от всей этой суеты и вдоволь насладиться природой и вкусной едой на свежем воздухе. А Елена, как истинная хозяюшка, позаботиться о том, чтобы отдых стал незабываемым. Виктория, вы знаете, что самое распространенное наше блюдо – это блинчики со шкварочкой. Это, наверное, не только распространенное у нас на нашей территории. Это любимое блюдо белорусов. Белорусов, да, хотела сказать. Сейчас мы с вами вместе его приготовим. Отлично. Блинчики на данный момент уже я испекла. По понятным причинам. Я думаю, что это как-то особенная рецепт. Секретик пышности, да. Если нужно, мы вам его раскроем. Приготовим шкварочки. Вам понадобится нож с сольцом. Все есть. Нарезать сантиметровыми кусочками. Самое главное правило – не есть. Не есть. И самое главное правило – резать с душой. Чтобы блюдо было вкусное, нужно резать с душой. С душой? Отлично. Вот так? Да. Я возьму на себя миссию нарезать лук. Расскажу небольшой лайфхак. Так. Чтобы лук не пёк нам глазки, нам нужно взять кусочек небольшой хлебушка и положить его в рот. Не скушать, а просто положить. А это должен быть только хлеб? Сало? Любое хлебобуточное изделие. А, да вы что? Да. Вот так вот. Секретики. Я думаю, этот рецепт знаком любому белорусу. Но что его делает по-настоящему оригинальным и вкусным, так это приготовление на открытом огне. А ещё вдобавок, чтобы было так вкусненько, смачненько, мы с вами сделаем сковородочку с домашними яичками на небольшой зажарочке. Для этого надо взять яйцо, тюкнуть об сковородку и разбить. Это мы умеем. Сколько бьём? Наверное, все. Все? Конечно же. Я так понимаю, в вашем краю не мелочаться. Конечно, не мелочаться. Яйца домашние? Конечно, домашние. Ну да, это сложно спутать на самом деле. Они такие крупные. Жёлтый желток. Красота! Для завершения нашего блюда нужно пригласить мужчин. Приглашаем хозяина агроусадьбы, Руслан. И отправляем это в печь. И отправляем это в нашу шикарную печь. Ну а пока наше блюдо томится в печи, можно себе позволить и отдохнуть. На территории усадьбы я нашла для себя немало развлечений. Вау! Ну что, и теперь самая любимая часть. Будем пробовать? Конечно. Как это есть правильно? Вообще, принято есть всё руками. Так как горячо, и нужно положить на тарелочку. Можно не ложить на тарелочку. Берём блин, отрываем. Отрываем. Я с вами поделюсь. Конечно. Вот вам кусочек побольше, как хозяйки. Скручиваем в трубочку. Так. Макаем. Так. Макаем. И пробуем. Может быть горячо, поэтому... Ммм, как пахнет. Ребята, это невероятно. Ммм. 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 Продолжаем. Вот это я понимаю завершение моего путешествия. На этой вкусной ноте хочется сказать спасибо гостеприимному Калинковичскому району за такой радушный приём. И до новых встреч! Всем пока! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова